Презентация книги прошла в Музее истории Великой Отечественной войны, где, собственно, накануне профессионального праздника Дня Учителя прошло и чествование самих семей. Идея издания этой книги появилась еще в 2021 году, в год столетия образования профсоюза. И в течение двух лет шла работа по систематизации материалов и сбору истории семей педагогических династий. Это очень приятно, потому что никогда о династиях учителей не говорили. Говорили о династиях столеваров, династиях, наверное, химиков, разных профессий. Но о педагогах пока еще не говорили. То есть, наверное, проблема заключается в том, что сегодня, может быть, и надо говорить об этом, потому что для более успешного профессионального становления нужно обязательно учитывать, сохранять традиции и сохранять династии. Для того, чтобы, выбирая профессию, наше подрастающее поколение осознанно выбирало профессию и понимало, что его ожидает. В Беларуси насчитывается более 700 педагогических династий, в которых профессия учителя стала делом жизни минимум трех поколений. В Минской области таких семей 19, а общепедагогический стаж превышает 6 тысяч лет. Александр Николаевич Толпека – педагог в третьем поколении. Лично его педагогический стаж превысил уже 38 лет. Отец, он был здесь, в районе, и директорным школой в Старобине, и заведующим отделом образования. Вот, он был таким интересным товарищем. Прошел войну, был под Сталинградом, и его очень любили за интересные рассказы. Географ был. А я у него учился. Поэтому мне профессия географа, исследователя, землеописания, была очень близко и интересна. Отец был хорошим преподавателем. Я работал и в школе, работал и в Госкомитете по охране природы порядка девяти лет. Возглавлял профсоюзную организацию работников образования, тоже в трудное время, в 90-е годы. А потом мне было интересно работать с детьми. Я всю жизнь был в экспедициях и водил детей. И на Тунгусском метеоритной экспедиции членом был. Я восемь раз был там. Был в Хибинах, Карпатах, на Кавказе, в Крыму. Как правило, с детьми. Даже в Хибинах зимой водил ребят. Поэтому интересно с ними было. Кроме географии, Александр Николаевич является и руководителем объединения по военно-патриотическому воспитанию в школе. Благодаря ему школьники узнают больше о героях Солигорщины. Бывают в интересных исторических местах. Меня зовут Лешка Ксения. Я учусь в шестой школе в девятом Б классе. И я считаю, что это самая лучшая педагоги и самая лучшая школа. Людмила Толпека преподает детям русский язык и литературу. Ее педагогический стаж уже достиг 43 лет. Начинала она свою трудовую деятельность в сельской школе. Затем работала в четвертой, десятой. С 98 года является педагогом средней школы номер шесть. Филологов в моем роду не было. Но в семье любили читать и папа, и мама. Папа любил читать всегда. Они имели высшее образование. Мама тоже учитель. Поэтому, наверное, школьные учителя, которые у меня были и в Долговской школе, и в школе Клецкого района, они сформировали у меня и интерес к языку, и к литературе. Поэтому я считаю, что это все в школе закладывается. Учителя, несомненно, оказывают существенное влияние на становление и развитие личности ребенка. Дети во многом благодаря учителям выбирают и свою будущую профессию. Также и в семье Толпека педагогическая династия продолжилась. Дочь Александра Николаевича и Людмилы Ивановны также пошла по стопам родителей. Она – учитель иностранных языков в средней школе номер четыре.